Приветствую вас, друзья! Снова на нашем канале. Месяц выдался очень плотным, было очень много работы, поэтому вот только сейчас добрался до следующего ролика. Лидером запросов в ваших комментариях была тема, касающаяся озона, поэтому этот ролик сегодня будет посвящен теме озона. Итак, озон. Система очистки на озоне. Ну, прежде всего хочется сказать, что такое у нас озон, да? Озон это у нас О3. Это кислород, который находится в таком состоянии, что он остро нуждается в том, чтобы что-то окислить. И окисляет он мгновенно, и все, что угодно. То есть любая органика, которая встречается ему на пути, тут же подвергается окислению, да? И не только органика. Почему не все трубопроводы подходят для того, чтобы этот озон самый транспортировать? То есть это такой сильнейший-сильнейший окислитель. Качество обработки воды, если мы начинаем ее озонировать, оно наивысшее. То есть для понимания озон обладает в тысячу раз больше эффективностью, чем тот же, например, хлор, да? То есть, ну, после озона на самом деле это вот просто в плане микробиоты какой-то, да, это выжженная земля. То есть ни вирус, так как это все равно белок, да, ни там бактерии, ни что-либо другое, если доза озона достаточная, не выживает после этого. Это значит с одной стороны, да, что такое озон. С другой стороны мы понимаем, что у нас в системе УЗВ находится рыба, которая тоже состоит из органических веществ, из белка. И, естественно, у нее есть жабры, это особо чувствительные органы, которые, конечно, при соприкосновении с озоном определенной концентрации будут просто разрушаться. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь сталкивался с озоном и имел несчастье, например, вдохнуть его полной грудью, то он знает, что такое потом кашлять часов 6, а то и больше, да, потому что все это дело очень быстро и мгновенно обжигает, да, ротоглотку и потом очень-очень неприятные ощущения. Значит, вот у нас задача, да, нам нужно с одной стороны сделать качественно эффективное обеззараживание нашей воды, с другой стороны нам нужно не потравить нашу рыбу. Каким образом это делать? Но в первую очередь нужно понимать, что существует очень много разных вариантов, каким образом посчитать там этот озон. И вообще озон это такая штука достаточно индивидуальная, потому что я много раз сталкивался, когда один говорил, вот у меня там 30 грамм на килограмм корма и все отлично, а другой там 15 грамм на килограмм корма рассчитал и потравил всю рыбу. Это обычные такие истории, поэтому, то есть нужно индивидуально подходить. Прежде всего, что вы должны понимать, чем больше органики находятся в той воде, в которую вы добавляете озон, тем меньше шансов, что этим озоном вы потравите свою рыбу. Это раз. Два. Чем дальше находится друг от друга место, где вы добавляете озон, до места, где находится непосредственно у вас рыба с водой, тем меньше шансов, что вы потравите рыбу. Кроме того, существует момент, конечно, количества этого озона, да? Вот это такие базовые вещи. Теперь начинаем разбирать это поподробнее. Ну, прежде всего, в среднем, если брать, 40-килограммовую загрузку системы, то есть у вас 40 килограммов находится аквакультуры в ваших рыбоводных бассейнах на куб. При такой загрузке и при кормлении там, ну, около процента в сутки от этой биомассы, мы сейчас даже не говорим о фореле или осетре, мы говорим вот в общем, да, такие усредненные данные. При таких показателях, по моему опыту, озона нужно 25 граммов в сутки на каждый 1 килограмм форма. От этих цифр на самом деле можно играть в разную сторону. Главный критерий здесь должен быть, вы не должны в своем цехе, где выращиваете рыбу, чувствовать озон, который неприятен. То есть легкие какие-то там нотки этого озона, которые там, ну, вот еле-еле ощущаются, это как бы такая терпимая вещь, это допустимо. Но если этого озона столько, что человек, который находится в цехе там полчаса, после этого испытывает дискомфорт, ну, не надо этого делать, потому что здоровье оно одно, и это просто, ну, эта рыба того не стоит, чтобы вы так травились сами или, не дай боже, травили там людей, которые у вас работают. То есть озону нужно давать столько, чтобы он полностью окислял органические вещества и, соответственно, больше его не оставалось. Вот я назвал такую усредненную цифру, которая по моему опыту является такой верной. Теперь поговорим больше о том, каким образом этот озон добавлять. Значит, есть на самом деле всего две концепции, по которым мы добавляем озон в системах УЗВ. Первая концепция заключается в такой, наш русский подход. Я на самом деле не видел его в Европе вообще, но у нас я видел его очень много где. А подход заключается в том, что у нас же есть оксигенатор, давайте бахнем в оксигенатор еще озон. Отличная идея. Зачем нам туда кислород посылать? Пошлем туда сразу озона. Такая популярная штука, которая, казалось бы, такая опасная, потому что, ну как же, у нас же после оксигенатора сразу рыба. Но встречается много где и на самом деле работает. Там, то есть в тех УЗВ, которые, скажем так, уже откалиброваны, оттестированы, владельцы знают, сколько нужно добавить озона, чтобы вода была чистая, а рыба была при этом здоровая. Я на самом деле не сторонник этого способа, потому что, как вы понимаете, такой способ имеет один существенный недостаток. Если что-то произойдет с гидрохимией воды, а именно по какой-то причине сумма органических веществ, которые находятся в воде, то есть ее вот общее загрязнение, оно уменьшится, а озона вы будете давать столько же, сколько давали, то, соответственно, он не найдет, с кем вступить в химическую реакцию и придет прямо к рыбе. Как только он это сделает, он, соответственно, вместо того, чтобы давать рыбе более чистую воду, он даст ей ожоги. А при плохом стечении обстоятельств он просто ее потравит. И вы здесь особо даже среагировать не успеете, потому что в какой момент этой органики станет критически меньше, чем нужно, ну не очень понятно, это может быть в силу того, что там сломались кормушки, да, или, например, рыбу, которую вы привезли, она по каким-то причинам выделяет меньше аммонийного азота, я не знаю, там стресс испытывает, или просто вы выгрузили или загрузили какое-то количество рыбы. Ну, то есть любые какие-то скачки, они в данном случае могут на это повлиять. То есть это не очень такая безопасная штука, либо за этим надо постоянно внимательно следить, либо это просто небезопасно, потому что от оксигенатора до вашей рыбы это всего лишь труба и все. Соответственно, это надо понимать. Я пошел по другому пути, поэтому пути, в принципе, идут в Европе, в УЗВ, то есть делать для озона отдельный контур. Как это выглядит? Сейчас отдельно я потом покажу видеоролики у себя на примере, как это сделано у меня. Сделано не в лучшем виде, да, потому что все-таки мы это дело там, скажем так, тестили, да. Оно работает, сейчас бы я сделал на самом деле уже лучше. Но достаточно, чтобы вам показать. Смысл заключается в том, что мы берем воду после биофильтра. Это та самая вода, которая наиболее богата органикой, то есть там находятся у нас и остатки биопленки, и в принципе огромное количество органики, которая проходит, соответственно, через биофильтр, и вот-вот должно поступить к рыбам. Мы берем оттуда воду, прогоняем ее насосом через эжектор, да, по большому счету там змеевик, любое сужение. В этом месте добавляем туда озон и отправляем все это в отдельную емкость. В моем случае это трехкубовая отдельная емкость. После этого в этой емкости наша вода с озоном выстаивается, опять же, это калибруется, сколько ей надо выставляться, и стекает в нашу систему. Таким образом мы имеем просто в УЗВ еще один отдельный контур, где мы просто гоняем нашу воду, обеззараживая ее озоном. Эта система имеет плюс в том, что здесь нереально потравить рыбу. Несмотря на любые сдвижки, при такой системе, да, вы затрачиваетесь на еще один насос, вы затраиваетесь на еще одну емкость, где у вас будет это все дело выстаиваться, но вы не потравите свою рыбу ни при каких раскладах, потому что та вода, которая выходит у вас в общую систему, она смешивается с основной водой, и до того, как, соответственно, попадет к рыбе, ей еще пройти достаточно существенное расстояние, за это время она в любом случае уже будет освобождена от озона. Это с одной стороны, а с другой стороны мы получаем ситуацию, когда в этой бочке концентрация озона, она критическая. То есть мы добавляем очень много озона на очень мало воды. Мы можем себе это позволить, потому что мы знаем, что мы потом все равно это дело освободим от озона. Получаем, соответственно, ну вот в моем случае, например, я получаю 3 куба каждые 40 минут вот этой вот обеззараженной озоном воды. Это, ну вот эта система на самом деле, по моему мнению, зарекомендовала себя лучше. То есть вот в своем новом УЗВ я тоже делаю отдельный контур. Я вообще считаю, что правильно делать отдельный контур. Это мое личное мнение, не говорю, что все должны так понимать. Это вот лично я так считаю, да? Хотя знаю рыбоводов, которые действуют по-другому, вот с оксигенатором. Значит, что еще нужно очень важно здесь понимать и знать? Озонатор имеет такой принцип действия, само оборудование я имею в виду, что он не может работать долго. Другими словами, он перегревается, и если вы будете включать его на постоянку, вы очень скоро угробите это оборудование. Отдельно сейчас еще расскажу про то, где это оборудование брать и сколько там оно стоит. Потому что это вообще отдельная совершенно история. Так вот, то есть вам в любом случае нужно делать это таким образом, что у ОЗОНа приходит какое-то количество, потом система у вас отдыхает. Потом снова оно приходит, система отдыхает. Я эту задачку решил следующим образом. У меня есть кислородная бочка с жидким кислородом. Кстати, в предыдущем ролике, где я рассказывал про оксигенацию и кислород, я не рассказал эту очень важную вещь. Ну давайте на самом деле сейчас расскажу, потому что уже, собственно, здесь как раз мы это дело затрагиваем. Есть две концепции, где добывать кислород. Для ОЗОНа в любом случае нужен кислород. Любые идеи, когда вы добываете ОЗОН из воздуха, плохая идея, потому что вы угробите компрессор в любом случае. Это вопрос времени. И ОЗОНа у вас будет очень мало, потому что в воздухе, в принципе, кислорода мало, следовательно, и ОЗОНа соответственно. Так вот, то есть нам нужен кислород. Откуда взять кислород? Мы можем взять кислород из кислородных концентраторов всевозможных, дешевых китайских всяких медицинских или сделанных там кем-то из наших умельцев. Их много разных вариантов, в том числе дорогие европейские. В общем, вариантов много. Я лично от этого варианта ушел, потому что от определенного объема кислородный концентратор, по моему мнению, становится не очень выгодной штукой. Просто потому, что он мало того, что кушает электричество, он еще и не сильно надежный. В чем заключается его ненадежность? Ненадежность его заключается в том, что когда он вырабатывает, раскладывая из воздуха азот и кислород на две равные части, вот этот самый кислород, он вырабатывает его за счет того, что пропускает через колбы специальные, в которых сам этот наполнитель имеет свойство, скажем так, перегорать. То есть он не всегда работает с одинаковой эффективностью. И вы должны понимать, что когда ваш концентратор начинает работать, и когда вы начинаете получать в первые часы работы вашего нового концентратора 95% чистоту, вот этой газовой смеси, это не будет постоянно. Пройдет месяц, и у вас уже будет 94. Пройдет еще месяц 93. Через полгода вы обнаружите в лучшем случае 90. И так далее. Причем это в лучшем варианте. Вот при самом хорошем раскладе. По-другому просто быть не может. То есть эта штука, она ухудшается. Ее показатели ухудшаются, и дальше встает вопрос. Либо вы купили качественное оборудование, и потом можете поменять наполнитель, и снова восстановить эффективность вашего концентратора. Это и называется обслуживание. Это дополнительные деньги, про которые никто не задумывается. Либо вы должны сразу понимать, что отработает он у вас год, а потом вы просто его замените на другой, потому что этот либо сломается, либо начнет выдавать такую газовую смесь, которая вам абсолютно непригодна для использования, так как в ней слишком большое количество азота, а кислорода уже не так много. Кроме того, сам кислородный концентратор включает в себя много разных узлов, и эти узлы не так надежны, как хотелось бы. Там есть автоматы, там есть компрессор. Все это дело имеет тенденцию ломаться. Поломка хотя бы одного узла в концентраторе ведет к его полной недееспособности, что, к сожалению, в условиях УЗВ на длительном отрезке времени случится с очень высокой вероятностью. У меня, собственно, это случалось, поэтому от концентраторов я ушел в пользу жидкого кислорода. Что такое жидкий кислород? Жидкий кислород – это кислород, который находится в отдельной емкости. Он всегда привозной. Он находится на очень низких температурах. То есть емкость, в которой он содержится, они имеют вакуумную оболочку для того, чтобы держать там минус 180 с лишним градусов. Именно при такой температуре кислород находится в жидком состоянии. И постепенно, замечательно, его можно оттуда выбирать для, соответственно, наших нужд. При таком раскладе мы полностью застрахованы от того, что газовая смесь будет помимо кислорода иметь что-то еще, потому что мы берем ее из бочки. И при таком раскладе, конечно, у нас нет никаких узлов электрических, механических, которые могут сломаться как-то и испортить нам жизнь. То есть от этой головной боли мы сразу уходим. Стоимость жидкого кислорода в разных регионах РФ разная. В Петербурге, например, у нас это что-то в районе 14 тысяч рублей за один кубический метр. Один кубический метр дает примерно 780 кубических метров чистого кислорода. То есть его преобразование с одного в 780. Как вы понимаете, 780 кубов газообразного кислорода это огромный объем. Вот если применительно к моей ферме, нам хватает на полтора месяца спокойно совершенно этой бочки. При этом мы не тратим, соответственно, деньги на кислород из концентраторов. У нас, собственно, просто эти концентраторы лежат как НЗ. То есть на случай, если что-то там случится. Теперь возвращаемся к нашей главной теме, к озону. Значит, кислород, будь то от концентраторов кислорода или кислород от емкости от бочки с жидким кислородом, у нас приходит вазонатор. Вазонаторе он, соответственно, подвергается в наших панельках к электрическому разряду, образуется озон. И дальше по специальной трубке он доходит у нас либо до оксигенатора, либо до эжектора, если мы говорим про отдельный контур, вот как у меня. Теперь, что касается самого оборудования, самого озонатора. В России есть очень много компаний, которые предлагают озонаторы. Обычно это компании, которые занимаются очисткой воды. По моему опыту, у всех у них очень высокий ценник на это дело, а качество не сильно дотягивает до этого ценника. По крайней мере, по моему опыту и то, с чем я сталкивался. Поэтому я здесь рекомендую использовать наших друзей из Китая. На том же Алиэкспрессе можно без проблем заказать озонаторы. Они стоят там совсем недорого. В небольшом количестве человек может легко заказать, через месяц его у себя иметь. Если есть уже решение проблемы с тем, откуда берется кислород, эти узлы замечательно соединяются, и человек получает там свой озон. Дальше он уже начинает применять его в своей системе. Для начала можно использовать те цифры, которые я назвал. Еще раз повторю, это 25 грамм озона на 1 килограмм корма в сутки. Это значит, не разом надо 25 грамм озона туда бухнуть, да? А это в сутки. На 1 килограмм корма в сутки 25 грамм озона в сутки. Но опять же, здесь надо понимать емкость системы, органическое загрязнение системы, гидрокимию воды, количество рыбы в ней, плотность посадки, да? То есть это все будет влиять и сдвигать все это в большую или меньшую сторону. Ну, теперь давайте я покажу, собственно, эти узлы у меня, чтобы вы понимали, как это выглядит. Итак, вот этот вот шланг, это как раз подающая магистраль. Сразу извиняюсь за то, как это в данном случае сделано. Повторяюсь, это сделано уже после того, как, грубо говоря, все было запущено. Этого не было вообще в первоначальном проекте. Это, скажем так, такие наши доделки. Они удались, но мы уже здесь не сильно на самом деле переживали за то, как это будет выглядеть. Нам нужна уже была эффективность. Поэтому выглядит так, как есть. Выглядит вот так. Значит, магистраль с кислородом проходит через ротаметр. В ротаметре мы можем контролировать, сколько именно кислорода мы должны послать. Затем этот кислород проходит в озонатор. В данном случае вот такого плана озонатор стоит на Алиэкспрессе ну что-то в районе 40 тысяч рублей. При этом этот озонатор выдает у нас 30 грамм в час. Опять же, понимаете, он выдает 30 грамм в час при условии, что сюда приходит жидкий кислород. Если мы включим его на воздух, он тоже, у него есть такая функция, его можно включить на воздухе, то его эффективность упадет, по моему опыту, как минимум раза в три. Поэтому озонатор, работающий не на жидком кислороде, это очень такая малоэффективная штука. Либо это на маленькой системе будет достаточно, либо если у вас действительно много воды, то невыгодно получается. Значит, обращаю внимание, магистраль, которая приходит, она приходит сразу из специального материала, озон проходит. И вот здесь вот, посмотрите внимательно, у нас есть заужение. Итак, наша трубочка приходит вот сюда. Как видите, здесь у нас имеется заужение. Это можно выполнить и по-другому. Мы выполнили так, да. Здесь у нас приходится заужение. Вода, которая под давлением здесь проходит, всасывает дополнительно, а кроме того, он еще и давит нашу газообразную смесь с озоном. Соответственно, происходит его растворение полное. После этого она у нас проходит. Вот, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Все это идет вот так вот по трубе. И заходит у нас в нашу бочку. Бочка, как вы видите, имеет отдельный отвод. То есть она полностью герметична, полностью закрыта. Имеет отдельный отвод трубы непосредственно на улицу. То есть весь лишний озон, который выходит у нас из воды, он идет не сюда, в помещение, травить людей, а он идет, соответственно, на улицу, да, где сразу же смешивается с воздухом и, соответственно, исчезает. Как только в этой бочке происходит полное наполнение, тут стоит обычный поплавочный датчик. Как только в этой бочке происходит полное наполнение воды с озоном, да, вот этой озонированной воды, срабатывает автоматика, поплавок дает сигнал, и у нас выключается и насос, и озонатор. Соответственно, у нас начинает наше оборудование отдыхать. Вода при этом, так как у нас внизу у этой бочки есть кран, с которого непосредственно эта вода сливается и сливается именно определенный промежуток времени. Она сливается, сливается, сливается. В нашем случае это приблизительно в районе 15 минут. Как только она сливается до определенного уровня, он здесь помечен, у нас снова включается насос и озонатор, и бочка начинает наполняться заново. Таким образом работает постоянный циклический процесс, который постоянно забирает воду из системы. Здесь вот ее смешивая с озоном, выстаивает и отправляет обратно в систему. По большому счету, для такого несложного контура все, что нужно, это насос, инжектор, в который входит трубка от озонатора, бочка, в которой это все выстаивается, и отдельный кран, который снова будет сливать это в систему. Опять же, это можно сделать по-другому. Повторюсь, мы это делали именно уже как вынужденная мера, потому что нас не устраивало качество воды, которое мы получали от ультрафиолета. Я, в принципе, не сторонник ультрафиолета в УЗВ, в каких-то крупных промышленных масштабах, потому что я считаю, что для аквариума это классно, для УЗВ это, ну, мое мнение, это такое баловство. Либо это надо действительно очень здорово рассчитывать эти лампы и придумать, каким макаром ты будешь постоянно их чистить, для того, чтобы их эффективность не снижалась. Либо это, ну, приведет просто очень быстро к тому, что то, что работает сейчас, вдруг почему-то через неделю даст тебе бактериальную вспышку просто в системе, потому что эти лампы просто потеряли эффективность из-за того, что рассчитаны неправильно. С ОЗОНом такая штука возможна с значительно меньшим шансом. ОЗОН в этом смысле, вот именно в этом смысле, значительно более надежная вещь для дезинфицирования и обработки воды. Итак, основные вещи, касающиеся ОЗОНа, мне кажется, в этом ролике я до вас довел. Если еще какие-то вопросы остались, что-то не очень понятно, пишите в комментариях свои вопросы, обязательно знайте, стараюсь всем отвечать. В общем, удачи, успехов, до новых встреч! Друзья, помогите сделать мой молодой начинающий канал лучше, пишите те темы, которые наиболее интересны для вас. Именно эти темы я постараюсь осветить в самых ближайших роликах. Помогите понять, что для вас наиболее интересно, что вызывает самые главные вопросы на вашем пути к созданию своего собственного ОЗОНа. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова